Девочки, всем привет! Мы сейчас собираемся с вами ехать в город Мочерата, делать прививку от гриппа. На работе ему предложили сделать бесплатно. С тем, с кем он проживает, со своей семьей, также для него бесплатно. Поэтому мы решили сделать прививку. Свидеть с тем, что здесь во всем мире вирус гуляет, и решили уже проколоться заодно и от гриппа. В Беларуси я как-то не делала никогда от гриппа. Но сейчас решили заодно все прививки собрать вместе в одном месте, наверное. Сейчас собираемся ехать. Если получится что-то поснимать, то возьму вас с собой и попробую заснять. Субтитры сделал DimaTorzok Все, мы уже приехали в медицинский центр, и сейчас пойдем делать прививку. Все, друзья, мы уже сделали вакцину от гриппа. Сейчас едем в магазин Мизон Гимонт забирать наш журнальный столик. Мы его заказали, и он нам где-то около трех недель добирался. Поэтому мы сейчас едем его забирать. И то мы уже вам его раскроем, покажем детально. Надеюсь, от этой вакцины от гриппа ничего болеть не будет. Я, если что, в этом влоге расскажу, как все прошло. Но вы видели, мы сделали эту вакцину от гриппа. Мы в медицинском центре «Аврора», красивое название. Сегодня отличный денек, солнце светит, тепло, настроение поднимается. У нас такой хорошей погодкой, поэтому едем на этот столик. Приехали уже в магазин, но еще рановато, еще 15 минут ждать. Но сейчас проверим, может, впустят. Вот у нас здесь бумаги забрать. Сейчас проверим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все, столик мы забрали. Сейчас едем домой. Вот купили игрушку одну. Увидели. Очень красивая была. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, мы уже вернулись домой Много дел переделали Вы видели, сколько много было мрамора У меня просто глаза разбегались Я уже не знала, куда что смотреть Просто материал, конечно, просто бомба Сколько можно всего с него сделать Это просто нереально Привезли сюда, поставили коробку со столиком Просто невыносимо воняет Я не знаю, почему, что с ней делали Какие там коты его обделали Ну, просто жуть как воняет И пока оставили здесь Пускай простоится И того не исчезнет Потому что невыносимо Если домой занести, будет очень сильно унять Субтитры сделал DimaTorzok Итак, купили мы, в общем, эти, значит, карнизы Нам вот эта вот ширина Высота должна была быть меньше двух сантиметров Чтобы у нас открывалось окно Но так как у нас не открывается окно Мы решили сделать таким образом Вот здесь, в этом месте Сделать отверстие По ширине вот этой вот карниза И прикрепить, в общем, карниз туда, вовнутрь Поэтому у нас только такое решение И мы сейчас будем заниматься этим Чтобы отрезать гипсокартон Слава богу, это гипсокартон Вот, значит, занимаемся мы вот этим Чтобы вымереть правильно размер, длину И работаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, всем доброе утром У нас уже следующий день Продолжаем делать дальше ремонт Поднимаемся карнизом У нас это очень тяжелый момент С этим карнизом Нужно столько дел переделать Все мы модифицируем Вырезаем Удаляем Закрашиваем Поэтому продолжаем С этим карнизом Сейчас уже удалили верхнюю часть Что мы закрывали над окном И продолжим Буду постепенно показать Какие у нас изменения происходят Фабио нарезал Вот такие кусочки Дерево Чтобы мы могли разместить их Вот сюда И на эту вот деревяшку Он сделал еще здесь две И тут одну Мы сможем потом крепить Карниз Потому что Если мы просто Прикрепим его К потолку То у нас не открывается Вот эта дверь На балкон Поэтому нам нужно углубить Куда Вовнутрь Карниз На пару миллиметров Буквально И чтобы крепление Можно было прикрепить Можно сделать Какую-то Фиксацию Вот он придумал На такие деревянные Бруски Крепить Потом Поместим сюда Карниз И зашпатлюем И за силиконом Не будет ничего Видно Будет Красота Потом У нас Опять Затянуло Все в тумане Все в тумане Все белым-белым Как ежик В тумане Ничего не видно Каждый вторник и суббота То у нас здесь По близости Открытое место Для выброса мусора Так как в Италии Здесь все сортируют Мусор по категориям Там пластик Бумага Картон Какие-то Строительные материалы Металлическое Что-то Все в таких больших Огромных контейнерах Выбрасывается И поэтому у нас Есть что выбросить В этот раз Сейчас мы будем Паковать Нашу тележку Я насобирала Листья в три Огромных пакета И нужно сейчас Все выбросить Также вы видите Позади меня Картонная коробка От столика Нужно тоже Ее выбросить Поэтому Сейчас мы поедем На выбор Не знаю Возьму ли я вас с собой Наверное Не будет у меня Карманов Чтобы телефон Взять с собой Но Огромный-огромный Контейнер Я может быть Найду Сейчас Фотографии Как это все выглядит Интересно Конечно В Беларуси Такого нет Чтобы выбрасывать Огромные-огромные Контейнеры Но здесь Люди Заботятся О природе И сортируют Мусор Отходы И Обычно У нас Каждый Почти каждый день Приезжает машина И забирает Мусор Пластик Там Бумагу Но Есть такие Огромные-огромные Контейнеры Куда Нельзя выбросить Те же самые Листья Отходы И приезжают Вот такие Ну Открывают Такие Большие Контейнеры Два раза В неделю Чтобы можно было Выбросить Свой мусор Мы побежали Потому что Скоро Может закрыться И нам нужно Много чего Еще выбросить Вот наши мешки С листвой На выброс Идут И это такая Коробка Очень вонючая Мы ее Оставили Сегодня ночью На улице Она вся Видите Мокрая Стала Из-за того Что влажность Была сильно Мокрая Сейчас Будем Выбрасывать Идти Мы сейчас Делаем Вторую Уходку Загрузили Листьями Нашу Тележку И Сейчас Дойдем Я вам Покажу Какой у нас Туман Сильный Тут На балконе Есть Дружок Вот в этом Месте Уже Стоят Контейнеры Вот мы Идем Сюда Вот это Один Мусор Это С Растениями Все Что Из Огорода Возможно Тоже Можно Видеть Здесь Очень Много Контейнеров С Разными Категориями Мусора Вот Мы Наверное Тоже Выбросим Этот пакет Он Уже Старый Вонючий Видите Как Прогнили Уже Стенки В этих Контейнерах Потому Что Уже Много Лет Здесь Они Находятся Вот У нас Сегодня Мусор Только Листва Мусора 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 Все Мы Уже Все Выбросили Идем Домой Я тут Насобирала Шишек Таких Интересных Из Наверное Это Ели Такие Шарики Интересные Будем Потом Украшать Что-нибудь Для Нового Года Сейчас Идем Домой Продолжать Дальше Ремонт Листва Теперь Опалы Видно Сколько Много Хурмы Дерево Соседи Уже Часть Сняли Но Часть Еще Осталась Продолжать итак фабио сейчас запенил сверху пеной монтажной а я вот эти отверстия заделала штукатуркой вот так мы все это прикрепили сделали теперь нужно ждать чтобы все высохла и почистить вместе как пена увеличилась два раза и можно сказать почти все готово потом мы возьмем когда когда купим силикон за силиконе потом вот это отверстие и все не будет ничего видно будет красота когда окрасился дом вот этот наличник на мраморную лестницу мы отнимали и сейчас нам нужно фабио до этого сам пронумеровал все эти части и сейчас мы укладываем смотрим где какая не хватает при ремонте тогда отрывали что-то было сломано поэтому сейчас все проверяем что не хватает какого размера и подписываем чтобы потом у мастера заказать распил недостающиеся этих элементов это лестница из косела такого мрамора сделано и фуфи ты голодный ты уже такой голодный ты такой голодный идем кушать идем готовить тебя кушать разожгли сейчас костерками и продолжаем работать еще в гостиной проводим сейчас кабель для телевизора вот так выглядит сейчас этот карниз высыхает штукатурка завтра утром продолжим делать я вам покажу вам что получится надеюсь будет красиво и хорошо сейчас ванна ванна день идем сейчас в душ мыться и будем кушать уже обедать смотрите как я делала распечатала фотографии фуфи поставила в рамочку не красавица ли ну какой полководец так рамочка хорошо подошла по цвету ух ты бубочка друзья все доброе утро нас уже новый день наступил мы сейчас едем закупиться продуктами у нас уже холодильник опустел вот у нас как всегда каждый день практически огромный плотный туман ничего не видно очень опасно сейчас водить машину поэтому едем очень медленно очень осторожно если что-то будет интересное в лидл или в конак я поснимаю вам сниму всем приятного просмотра просыпаемся друзья потому что мы после чашки кофе еще не проснулись у нас у нас у 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 В магазине снимать там запрещено, но я немножко поснимала, вы видели. И традиционная вкусняшка – это панеттон итальянский. Это такой хлеб, похожий на пасхальный кулич. И сейчас перед рождеством уже навозят горы этого панеттона разных вкусов, с разными начинками. Сейчас мы вернулись в магазин, я вам хочу показать интересные продукты, вещи, которые мы купили. Их немного, но хочу с вами поделиться, показать и сколько стоит. В магазине Lidl взяли вот такую капучино. Мы уже взяли в прошлый раз, там было без сахара, немножко полегче капучинка. Но мы взяли теперь, на скидке было тоже, на такой вот, на скафе. Стоило оно 2,69, попробовать взяли. Также взяли гирлянду с тёплым светом. Такая гирлянда стоила 3,99 евро. Попробуем, свяжём, посмотрим. Следующая. Вот такой спек. Вкусняшка. Один раз мы уже пробовали. Такой спек стоит 3,93. Здесь сколько грамм? 504 грамма. Стоит за килограмм 7,79. Мы заплатили 3,93. Следующая. Вот ещё на скидке. Здесь в Италии популярно, когда срок годности уже выходит. И магазин выкладывает на продажу с большой скидкой. Вот взяли мы с 30% скидкой. Уже подходит срок годности, поэтому нужно кушать как бы быстрее. И мы заплатили, видите, скидка. Раньше стоила евро 79, теперь евро 25. Очень вкусный такой сыр. И сверху покрыт, как он нас называет. Ну, это как с беконом сверху. Беконом покрыто. Также Фабио решила попробовать вот такие колбаски. Они у нас стоили евро 69. Стоят такие колбаски. Также в магазине Конок я взяла на подарок нутелла банку. Такая новогодняя баночка. Она стоила, кажется, 4,49. Здесь 1 литр. 1 килограмм литр. И также к нам друзья придут перед Рождеством в гости. И наши друзья, они пьют вот такое пиво. Интересные баночки, смотрите. Какие маленькие 4 штучки. Они, кажется, стоили 3 с чем-то евро. Но не фильтрованные. Интересные баночки по 20 миллилитров, кажется. Субтитры создавал DimaTorzok